Здравствуйте! Это программа Официальный разговор. Мы находимся в студии Краматорского бюро. Меня зовут Алена Грамова. С удовольствием хочу представить нашего гостя. Виталий Степанович Барабаш, глава Авдеевской военно-гражданской администрации. Здравствуйте! Здравствуйте! Авдеевка расположена в 20 километрах от временно неподконтрольного Украины Донецкой, всего в нескольких километрах от линии соприкосновения. Под контроль Украины военнослужащие вернули город 30 июля 2014 года. Для почти 25 тысяч местных жителей за последний год появились два новых железнодорожных маршрута – Авдеевка-Киев и Авдеевка-Днепро. Как развивается инфраструктура города смотрите прямо сейчас. В этом месяце год, как вы являетесь главой Авдеевской военно-гражданской администрации. Вот год назад, придя на эту должность, с какими проблемами столкнулись? Наверное, одной из серьезных проблем, это было, конечно, то, что город на тот момент уже был седьмой год в войне. Город прифронтовой, город тяжелый. Соответственно, люди, их настрой, плюс инфраструктурная часть города оставляла быть, знаете, лучшим. И вот не знаю почему, но вот мои личные ощущения, что городом никто не занимался. Я имею в виду, знаете, нехорошо там, как говорят, попередников, да, хаять. Принципиально этого не делаем, не делали и делать не будем. Просто вот взяли, проанализировали, закатали рукава, набрал команду, новую команду, новые замы. И как бы-то закатали рукава и по сей день не разъебаемся. Как на сегодняшний день? Есть динамика того, что люди возвращаются в город? Тенденции однозначно есть. Мы это видим, пусть незначительно, но по количеству, ну, в первую очередь, ВПОшников мы видим, да. Это люди, в том числе проживающие в селе Опытное, которое по последней реформе по децентрализации, да, присоединено к Авдеевке. То есть люди с Опытного плюс люди, которые уезжали, там, ну, понятно, в активной фазе боевых действий, 14-15-й, вот, 16-й не возвращались, 17-й начали немножко возвращаться. Пик, я смотрю, ну, я просто вижу статистику, пик динамики, да, возвращения был все-таки 18-й, 19-й и 20-й. В 21-м, вот, когда начались вот эти вот учения в Российской Федерации стягивания войск вокруг наших границ, то, ну, вот, мы заметили, что чуть-чуть эта динамика приостановилась. Ну, опять же, это, наверное, какой-то косвенный фактор, это не прямой фактор. Основным, конечно, критерием, почему люди возвращаются, это спокойствие, это люди видят, что в городе инфраструктура развивается, город вычищается, город отстраивается. Не все, конечно, как хотелось бы и быстро, и количественно, но люди это видят, какие-то позитивные изменения, но они реально видны тут, знаете, не надо там выдумывать. Ну, тем не менее, по поводу развития программ, вот сейчас, если говорить о компенсации за разрушенное жилье, мы знаем, что у вас достаточно большое количество тех, кто получил эту компенсацию, давайте об этом поговорим сейчас. Действительно, знаете, по компенсации за разрушенное жилье, если взять областную программу, мы действительно были одними из первых, кто вообще получили, реально первые люди, которые в Донецкой области получили, это были именно Авдеевцы. На сегодняшний день, ну, я знаю, на следующей неделе будет у нас очередное заседание комиссии областной по поводу принятия уже окончательных решений, мы подаем еще 8 пакетов документов, и таким образом у нас уже там порядка 56 пакетов документов уже в обработке, 8 из них получили, уже получили реально на руки, ну, а остальные, скажем, в процессе. Конечно, львиную долю, вот сейчас нам добавилось, скажем, 56, там, по-моему, 17 актов, это села Опытного, повторюсь, и есть определенные трудности в заезде в этот населенный пункт, потому что он находится непосредственно на линии огня. Безопасная составляющая режима отсутствия. Безопасность, да, но, тем не менее, как бы-то, программа работает, и люди увидели, что она действительно работает, и люди благодарны тому, ну, знаете, когда люди, ну, на тот момент, там, 6 лет, да, там, даже надежды не было, а тут она заработала, в конце 20-го года эти первые 20 миллионов пилотные, которые тогда выделили, люди не верили. И, конечно, я видел слезы счастья у людей, которые первые получили эту компенсацию, ну, действительно радостно за них, что... Ну, я помню, мы с вами общались, и вы говорили о том, что, на самом деле, люди не верят, и это вот одна из проблем того, что, ну, казалось бы, вроде обращений достаточно много, А вот, а скажите, вот, если оценивать масштабы разрушений, я понимаю, что, там, с учетом опытного этих территорий, куда комиссия не может приехать для того, чтобы сделать оценку, все равно, если говорить о разрушениях, вот какие цифры есть у нас? Ну, ориентировочная цифра порядка 2000 домостроений, это суммарно и многоквартирные дома, и частные домовладения, порядка 2000 домов разрушены в той или иной степени, понятное дело. Еще хотелось бы, наверное, в продолжении программы по компенсации рассказать о программе, скажем, подстраивания, да, или восстановления крыш. Это тоже, как бы, это не государственная программа, это областная программа за счет материального резерва областного бюджета. Выделяются материалы, шифер, металл, дерево, возди за счет местного материального ресурса и с привлечением ДСНС со всей Украины ребята работают. 150 человек, да, в этом году? Ротацию 150 человек, 40 из них работают в Авдеевке, и вот буквально цифры на сегодня, выезжал к вам в студию, спросил у своих сотрудников на сегодня, какая цифра? 85 домов на сегодня, вот в этом году уже этой ротации восстановлено. В прошлом году за две ротации восстановили 166 домов. Ну, я вам скажу честно, в прошлом году, когда начинали, обращений было мало, но вот я хотел, знаете, в контексте доверия людей и вот веры людей, да, то есть мы начинали, в прошлом году у нас было, если не ошибаюсь, порядка 40 или 50 актов, люди просили, чтобы им восстановили кровлю. То на момент уже второй ротации у нас их было более 300 этих обращений. В этом году мы тоже только начали восстанавливать, люди идут, видят. Понятно, что, знаете, иногда бывают случаи, что приходится людям отказывать, ну, люди разные, с хитринкой бывают, там, есть просто кровля не пострадала от, знаете, там, каких-то обстрелов, она просто вот ветхая, старая, ну, вот, и просто вот, скажем так, уже изношена. Люди пытаются, там, обманным путем, ну, отказом таким людям, потому что… Ну, не без этого. Да. И, знаете, еще хотелось сказать, что, ну, люди приезжают, очень правильная идея была привлечь ДСНС ребят со всей Украины, потому что вот сегодня, например, у нас в этой ротации работают ребята Львовская область и Херсонская. Херсон плюс-минус понятно, люди ментально к нам ближе, да, и то им очень это было все удивительно, а вот с львовянами очень интересно поговорить, то есть, вот, ребята, ну, видно, они с душой относятся к тому, что они делают, и вот, когда они заехали, первое, там, скажем, развод, да, был. Я говорю, ребят, делайте как для себя, и вот каждый день вижу их керевника Реста, и он говорит, Степаныч, робом я для Себе. Ну, вот, это очень приятно, и, вот, знаете, есть много писем, слов благодарности, люди пишут нам в висковую цивильную администрацию, благодарность именно ДСНСникам, но это приятно на самом деле, люди ценят. Виталий Степанович, если коротко, еще по поводу реализации программы большого строительства, я знаю, что школа делается в вашем городе. Да, к сожалению, школу мы открываем только в этом году, потому что проект долгий получился, хотел бы поблагодарить, вот, в прошлом году, ну, так совпало, наверное, там, Кириленко Павлович включился в эту историю, потому что проект был замороженный длительное время, более трех лет он был замороженным. Это, мы скажем, школа, которая попадала под обстрелы, да? Да, точно, да. Это школа, которая пострадала, если я не ошибаюсь, в семнадцатом году, ну, были проблемы с ней, вот, в прошлом году, повторюсь, совпало желание Павловича все-таки достроить этот объект, мое назначение, вот, совместными усилиями, подрядчик, департамент капстроительства областной, ну, мы уверены, что дети в этом году пойдут в школу. Школа действительно модерновая, классная, то есть, ну, вот, я даже вот, ходя по кабинетам, по коридорам, да, этой школы, ну, где-то даже завидую, что вот у нас школы были другие в нашем детстве. Хотелось бы еще поблагодарить, наверное, Литовскую республику, да, за участие в этом проекте, потому что, ну, не секрет, что Литва выделяет миллион евро помощи именно для обустройства этой школы. Ну, для такой небольшой страны, как Литва, это большие деньги, и вот именно в наш прифронтовой город, даже фронтовой город, выделяются такие колоссальные средства. Ну, действительно, спасибо им за это, но мы не подведем. Спасибо вам, что были гостем в нашей студии. Я хочу напомнить, Виталий Степанович Барабаш, глава Авдеевской военно-гражданской администрации, был сегодня с нами в студии. Подписывайтесь на официальный разговор на YouTube-канале, смотрите наши новости в социальных сетях, берегите себя, и мы обязательно встретимся. Редактор субтитров А.Семкин